Вопрос добавный. Из заблуждений, которые навязываются, потому что многие, если не видишь, видят ауру. Аура – это просто выбросы первичной материи. Малейшее изменение эмоционального состояния, у вас все будет меняться, и меняться постоянно. Просто когда у человека действительно, в зависимости от уровня развития, у него насыщение тела сущней происходит в большей или меньшей степени теми или иными первичными материями, в результате чего у него доминил тот или иной цвет. Но это никак не связано, это просто проявление того, что показывает, что насыщение такой материи идет, такой цвет говорит не о том, что если мы добавим этого цвета или другого цвета, что-то изменится. Когда изменяется цветовая окраска, это говорит, что происходит изменение в человеке, то есть насыщается, допустим, из голубого цвета индига, то есть прошли потоки, если правильно называть, развивающие ментальные тела. Четвертое, пятое ментальное, ну четвертое ментальное тело, и даже третье ментальное, то есть астральное тело тоже насыщение идет. И все. То есть, но как начинают по особенно лечению, знаете, вот здесь прогиб в ауре у вас есть, вот сейчас возьму, приклеил, вот ровненько, все здорово. К сожалению, большинство целителей так работают. И полнейший бред. Почему? Да, они заполняют, допустим, пробоину, деформацию в той или иной зоне, на какой-то 5 минут или там на один день это помогает, потому что почему-то возникает уже деформация, выгиб в одну сторону или прогиб, и так далее, так сказать, в распределении потока. Потому что тот или иной орган, где это находится, деформация, поврежден. Естественно, поврежденный орган или система работать нормально не может. И естественно, возникает деформация той защитной оболочки, которая у нас есть, и меняется структура формы, и меняется цветовая насыщенность. Все правильно, только это опять-таки следствие, а причина того, что это происходит, данный орган или данная система, выбитая из нормы, не работает нормально. И сколько бы туда вы не накачивали. Если у вас телевизор не работает, вдруг экран погас, вы что, начинаете увеличить электрический ток, силу тока увеличить, напряжение больше давать? Сделать, что получится, сгорит черт тем собачьим телевизор, правильно? А почему, думаете, здесь другое что-то? Для того, чтобы выровнять, не нужно не наляпать туда сгусток материи, так сказать, а восстановить орган. А вот это занимает очень долгое время, в принципе. Почему? Потому что что такое больной орган? Почему орган больной? Почему он не функционирует? Не важно, какие причины, там, инфекции или другие факторы сработали, орган ткани имеет, и ткани состоят из клеток, как вы все понимаете. И почему данные клетки, данные органы не выполняют функции? Потому что в результате жизни есть тоже инфекции и так далее, в эти клетки попали химически активные вещества, которые там не должны быть априори, и они вступают в химические реакции, меняют структуру клетки. И клетки изменяются, морфологически изменяются, то есть она уже другая, не та, которая была до того, как. Здоровая клетка одна, морфологическая структура, ну, как она, химический состав, какие клетки, какие химические соединения существуют. После нарушения изменяется морфология, то есть изменяется химический, биохимический состав клетки. И сколько вы не насовываете этого потенциала, эта клетка не будет работать нормально. Поэтому наша своя медицина, в принципе, ничего сделать не может, потому что после морфологического изменения ткани, современная медицина не имеет методов и способов изменить, вернуть ткани в здоровом состоянии, где нет морфологического изменения. И поэтому, когда целитель начинает насыщать энергетикой, это поддержка, допинг дали, так сказать, у человека, допустим, астма есть, вот у него тяжело дышать, ему дали подышать к кислородам? Он вдохнул, конечно, хорошо, он вдохнул хорошо. Раз, маску убрали, он тут же тухнет. Почему? Потому что кислород дает насыщение гораздо больше, чем простой воздух кислородом. Организм веществ веществ поможет получать больше всего. Но это не лечение, не помощь. А для того, чтобы человек работал, организм работал или система работает нормально, необходимо восстановить измененные ткани до здорового состояния. Это возможно и реально, но это занимает некоторое время, иногда несколько лет, зависит от того, какая система, сколько повреждений, где они находятся и так далее. Но это возможно. И тогда человек, когда у него становятся ткани, становятся здоровыми, а они сами по себе не становятся здоровыми, нужно понимать, где и что. Ну, во-первых, даже так, если вы понимаете, что клетки, допустим, повреждены, что значит, где-то возникли химические связи, которых не должно быть, и разрушились химические связи в клетках, где они должны быть. И представьте себе, что вы будете бегать по каждой клеточке и осматривать каждое химическое соединение, где не то произошло, в одну или другую сторону, и ремонтировать, но это до конца света будет, правильно? То есть, что он эффективно использует? Это нужно вредную клетку, поврежденную клетку, больную клетку уничтожить и вместо нее создать здоровую клетку. Так гораздо проще. Но все равно это берет время. Вот только единственный вариант, когда человек может сделать здоровым, это вот этот. Все остальные варианты – это профанация или просто иллюзия какая-то. Следующий вопрос. Отсюда возьмусь. Ну, здесь в вопросе целый ряд вопросов, поэтому я отвечу, наверное, на один вопрос. Вопросы, что делать? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok